Завершено расследование уголовного дела об истязании инвалида. Дело передано в суд. Об этом жутком преступлении мы рассказывали в патрульной службе. 42-летняя Марина Жирова обвиняется в истязании тяжело больного человека. Как установлено следствие, обвиняемая в период с 30 января по 17 февраля 2023 года, осуществляя уход за недееспособным гражданином, причиняла ему физическую боль и психическое страдание путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Жирову задержали в Подмосковье. К этому времени она нашла новую работу в детском саду. А с октября 2022 по 17 февраля 2023 в качестве сиделки жила в Тверской семье. Ухаживала за тяжело больным человеком, который перенес семь инсультов. То, что Жирова издевалась над заведомо известным ей недееспособным человеком, потому что когда она пришла ко мне работать, я ее познакомила со всеми медицинскими документами. То, что он недееспособен, он не говорит, не сидит, он не может за себя постоять. Но, знаете, после ее работы, после нескольких месяцев я стала замечать, что у него на ногах синяки, на руках синяки объяснялось тем, что он принимает кровеврожжающие препараты. А потом, вот в один прекрасный момент, она ему растекла лицо, разбила лицо, был порез, синяк. И у нас была установлена камера видеонаблюдения, она была на видном месте, она знала об этом, что камера записывает. Но, наверное, она не учла, что камера имеет память месяц. И когда мы посмотрели это видео, знаете, дочка была беременная у меня на пятом месяце. Мы были настолько все потрясены, мы были просто невозможно такое было поверить, когда она со мной была просто, вот сама доброта и сама вежливость, и она могла вытворять такие бесчинства, просто истязала больного человека. Антонина Козлова и ее адвокат поддержали ходатайство следствия об аресте Жировой. Есть все основания предполагать, что подозреваемая может скрыться и оказать давление на мою доверительницу. То есть, фактически, это было совершено преступление не вчера, скажем так. Она не осознала, по-вашему, то, что совершила? Она не пришла в правоохранительные органы с повинной? Нет, первое, что она сделала, она скрылась. И в течение восьми месяцев она скрывалась. И с явкой с повинной правоохранительного органа не обратилась. Поэтому нам пришлось восемь месяцев добиваться возбуждения уголовного дела. В прокуратуре Пролетарского района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней Жировой. Дело направлено в Пролетарский районный суд. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...